Шокирующая история в Красноярском крае. Мужчина, предположительно, из-за долгов расправился со своей семьей. Убил беременную жену, двоих несовершеннолетних детей, а затем покончил с собой. По словам знакомых, он не смог выплатить кредит и, возможно, не выдержали нервы. Делом занялся следственный комитет. В обстоятельствах случившегося попытался разобраться и наш корреспондент Дмитрий Толмачев. За навески на окнах тропинка к крыльцу тщательно расчищена. В этом обычном сельском доме и произошла трагедия. Тела четверых человек в субботу утром обнаружила мать местного предпринимателя Владислава Ишина. Артем Глухов один из тех, кто последним видел Владислава живым. Дружили и вместе работали. Еще в четверг они вернулись из тайги, где заготавливали древесину и договорились вновь выехать на участок в субботу. В пятницу мы отдыхали день. Кругой мне не звонит. Я ему не звонил. Думаю, ну ладно, отдыхаем. Сегодня я просыпаюсь где-то по 7 утра. У меня такое чувство непонятное. Я ему по 9 набираю, не берет. Мамка нашла. Там ужас, что дома. Все спали. Житель Артемовска Владислав этой лесопилкой управлял. Владельцем бизнеса была его жена. Прибыль, как рассказывают коллеги, была неплохой, но и вкладывать приходилось немало. Со временем мужчина залез в долги. На выплаты по кредитам уходила большая часть выручки. Переклинил он, наверное. Не мог он уже все. Опускал руки, ходил прям так вот. Все. Я ему раз, под накидом, Владя, все идет. Мы заработаем эти деньги. Мы сможем все отдать. Все отдадится. Я не знаю прям. Были слухи о том, что предпринимателю угрожали коллекторы. Но никто в Артемовске пока этого подтвердить не может. Артемовск, хоть и имеет статус города, по сути, небольшой поселок. Около двух тысяч жителей. И почти все друг друга знают. Поэтому известие о гибели целой семьи многих здесь буквально повергло в шок. Учителя местной школы прекрасно знают всю семью и не могут сказать о ней ничего плохого. Девятилетняя Яна увлекалась пением и народными танцами. А вот эту книжку она сделала сама. Одно из стихотворений в ней о папе. Девочка просто обожала отца. 17-летний Никита. Гордость школы почти с первого класса. Его фото на доске почета. Классный руководитель показывает целую кипу, грамоты, дипломов. Парень мечтал стать врачом. Поступать в университет должен был этим летом. Он сам по себе очень интеллектуально развитый. Ему не надо зубрить было. Ему удавалось это. Ему достаточно прослушать. Лечь очень грамотная такая была у него. Но по биологии, по химии он очень хорошо. Он бы поступил. По словам друзей, никаких проблем в семье не было. Но примерно после Нового года Владислав начал впадать в депрессию. Заказов не было. Долги копились. Мужчина начал выпивать. Несколько раз жаловался приятелю на то, что устал так жить. И даже высказывал мысль о самоубийстве. Но позже будто бы успокоился. Так он спокойно ходил. Никогда не слышал, что там драки были. Или там что-то. Работал. Лес возил. Сюда привозил. На улице несколько раз. Так что... Хорошая. Нормальная. Дети нормально учились. Особенно девочка. У них вот-вот должен был родиться третий ребенок. Мальчику даже успели придумать имя. В Артемовске до сих пор никто не может понять, как глава семейства мог пойти на убийство близких. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко. Первый канал. Красноярский край.